С сегодняшнего дня Канализация, канализационных трубах, септиках, уличных туалетах, выгребных ямах Мы беспощадно уничтожим и переработаем в экологически чистую Жидкость, фекалии, жиры, шерсть животных, волосы, пищевые отходы, остатки туалетной бумаги И, конечно же, зловонные запахи Прочистим канализационные трубы, возобновим дренаж воды в почву На объявление этой борьбы у нас есть все необходимые санкции и разрешения Способ применения биопрепарата Водограй Максимальная эффективность применения биопрепарата Водограй достигается при PH от 5 до 8,5 И температура среды применения от 4 до 30 градусов Цельсия В результате регулярного применения препарата Водограй Срок службы выгребной ямы, септика, туалета или автономной очистной канализационной системы Становится практически неограниченным Исчезает неприятный запах, который к тому же привлекает мух и других насекомых Отпадает необходимость вызова осенизаторской машины Регулярное применение значительно снижает расход Водограй на единицу объема выгребной ямы Попадая в выгребную яму, септик, туалет или канализационную систему Водограй перерабатывает их содержимое в жидкость, пригодную для естественного стока в реке Или для полива растений на садово-огородном участке И нейтральный по химическому составу и запаху гранулированный осадок По количеству не превышающий 3% общего объема переработанного материала, который растворяется в воде Не производите стирку за 24 часа до, а также 24 часа после вброса препарата Ввиду того, что в выгребную яму попадает обильное количество хлоросодержащих продуктов И бактерии не смогут в полной мере прижиться Однако дальнейшее использование бытовых моющих и стиральных средств не ограничивается Так как данные бактерии адаптированы к хлоросодержащим средствам, применяемым в быту Для успешной работы препаратов в выгребную яму нужно обеспечить доступ воздуха Это может быть щель в типовом канализационном люке Или отверстие диаметром до 10 мм в крышке В зависимости от размеров выгребной ямы, септика или туалета готовят так называемую стартовую дозу Для этого отмеренное количество препарата заливают 5 литрами нефильтрованной воды Отстоявшейся от хлора 24 часа комнатной температуры от 20 до 25 градусов Цельсия Периодически перемешивая раствор, дают ему настояться в течение 20 минут Заливают приготовленный раствор в уличные туалеты, выгребные ямы, септики, унитазы, раковины и т.д. В случае вливания приготовленного раствора через сантехнические приборы в доме Необходимо пропустить через этот прибор не менее 20 литров воды Чтобы биопрепарат в полном объеме попал в выгребную яму Содержимое ямы не перемешивать Особое внимание необходимо обратить на тот фактор Что содержимое уличного туалета в выгребной ямой септика Должно полностью перекрываться толщей воды не менее 20 мм Так как биопрепарат способен перерабатывать продукты жизнедеятельности человека только в водной среде Использовать при дозировании препарата исключительно сухую столовую ложку После набора порошка из пакета Отжать пакет для удаления воздуха и плотно завязать Начатую упаковку хранить в сухом темном месте при температуре от 10 до 25 градусов Цельсия Срок хранения 3 года от даты изготовления Способ применения биопрепарата водограй плюс Периодичность использования препарата ежемесячно Не применять препарат водограй плюс одновременно с другими химическими препаратами Удаляющими засоры, так как они уничтожают колонию бактерий Перед применением необходимо пропустить воду через ток раковины Чтобы смыть остатки чистящих моющих средств Создающих агрессивную среду для действия бактерий в первые 5 часов В соответствии с инструкцией, находящейся в упаковке, препарат разбавляют в 250 мл воды, отстоявшейся от хлора 24 часа Температура воды должна быть от 20 до 25 градусов Цельсия Периодически помешивая раствор, дать ему настояться 20 минут Полученный раствор выливают в раковину, канализационный сток На каждые 5 метров канализационной трубы расходовать 30 грамм препарата водограй плюс, разведенного в 250 мл воды Канализации не пользоваться 5 часов Препарат хранить в сухом темном месте при температуре от 10 до 25 градусов Цельсия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова